Сегодня мы беседуем с руководителем Народной цирковой студии «Арена» Оксаной Валерьевной Глазковой. Оксана Валерьевна, у вас случился тут большой юбилей, 40 лет, в цирковой студии. С какими результатами вы подошли к этому юбилею? У вас есть какие-то впечатления свои? Впечатления? Ну, наверное, еще не отошли мы от этого. Впечатление только одно – опустошение, что все закончилось всегда в таком ритме. Было все каждый день, то-то-то, а сейчас – хоп, и тишина. Наверное, такое. Но удовлетворены, не удовлетворены мы? Скорее всего, да, удовлетворены. Конечно, мы ничего не видели, потому что у нас вся работа за кулисами происходит. Но по результатам аплодисментов, отзывов, мне кажется, что все получилось. Какие достижения вы можете отметить в студии за последние годы при вашем руководстве? Ну, сейчас, когда мы… Давайте возьмем хотя последние годы, 16-17 год, в команде с Эльзой Гарифуловной, Литвиновой и Викторией Владимировичем Шеншаровой. При около ста, ну, чуть больше человек народу, но из них концертная группа у нас получается 18, и плюс еще малыши 20 человек, которые присоединились на юбилейный, дебютировали первый раз. Вот у концертной группы за 16-17 год довольно-таки случились хорошие результаты работы. Мы побывали, значит, на телевизионном шоу «Little Big Shots» в Великобритании, в Лондоне. Мы были на программе «Лучше всех», «Синяя птица». Также нам удостоилось защищать Российскую Федерацию на международном конкурсе в Австралии, где получили два золота в младшей и старшей категории. Вот. Поездка, конечно, была изумительной сказкой. О таком мы даже и не мечтали. Спасибо большое нашей атомной станции и главе города, которые помогли нам осуществить эту поездку. Вот. Также были Всероссийские международные фестивали, на котором неоднократно мы брали лауреата в первой степени, гран-при. Первый раз, наверное, первый раз мы были на фестивале молодежном международном в цирке Никулина. Это наша была мечта до этого. Вот. Там мы получили бронзовую награду девочке с группового эквилибра. Очень нам понравилось. Надеемся на дальнейшее, что следующее поколение тоже у нас сможет принять участие в молодежном фестивале. Вот. Также мы были на Дельфийских играх, на 15-х, которые проходили в Екатеринбурге международные, и взяли серебро. И сейчас были выбраны на 16-е Дельфийские игры, которые вот буквально через два дня вылетают во Владивосток, но в связи с некоторыми обстоятельствами мы туда не полетим. Наверное, опять часть материальная, насколько я понимаю. Ну, здесь немножко недопонимание произошло между областным, получилось, да, и вот так вот произошло. А так у нас выбрали, с Москвы пришло официальное приглашение, что мы в делегации Свердловской области, гимнасты на ремнях, Камила Базганова и Алексей Шеншаров. Конечно, очень обидно, потому что и во Владивостоке хотели мы с детьми посмотреть вот этот новый цирк, который открыли, да. Ну, и вообще, чтобы на Дельфийские игры попасть, как бы, не каждому удается. Ну, вот. Ну, надеемся, что у нас все впереди еще. На самом деле, самые лучшие цирки находятся в вашей области, это Нижнетагильский, потому что я видел это действительно лучше, пока ничего. Видел я много цирков, но такого пока ремонта не было ни у кого. Поэтому я не знаю, что, не думаю, что Владивостокский перекроет Нижнетагил. Ну, все, возможно, я бы не была в Нижнем Тагиле, все, пытаюсь туда поехать, посмотреть, потому что то, что видео я, конечно, видела, когда Руслан Марчевский выставлял, это, конечно, безусловно, и с какой он трепетом подходил к каждому, и сиденьям, и всему, и клеткам. Там вся прелесть вот в этих нюансах. Да, там, конечно. Мелочи, на которые никто не обращает внимания. Да, 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 а мы цирковые, наверное, все равно это обращаем. И когда он все это транслировал и вел, и, конечно, понимаешь, как он болел за свое детище и все еще болеет, да, и делал не только для людей, но и для животных самое лучшее, самое очаровательное, наверное. Вот поэтому я хочу. Кстати, здесь с Мариной Гуниной, которой любительский коллектив был, у Анатолия Павловича на юбилея Марчевского, мы разговаривали, вот все хочу. Она пригласила, приезжайте, сходим, обязательно посмотрим. Надеюсь, у вас все срастется. Вы не упомянули еще одно, на мой взгляд, одно из главных достижений ваше, ну, во всяком случае, это мечта любого циркового артиста, это участие в конкурсе Монте-Карло. А, ну да, мы были в 2014 году с ребятами, это уже, знаете, уже 2014, кажется, как будто это 10 лет назад было. Вот, да, это, конечно, безусловно, когда мы съездили, была не я, я была в то время в декрете, ну, как в декрете, мы в декрете вообще не ходим, но была только, родила ребенка маленького, и Эльза Грифуловна ездила с ребятами в Красноярск на фестиваль на всероссийский цирковых любительских коллективов. И там в жюри присутствовал Андреа Шерлизе, который, ну, отсматривал и на фестивале выбрал три номера. Один из них были наши ребята, групповой Эквилибр на катушках, и он предложил, значит, в Монте-Карло, Урспилсу просмотреть вот эти вот три номера. Из этих трех номеров, которые были из других еще два номера городов, выбрали именно Эквилибристов на катушках, и нам пришло приглашение, на что мы были вообще просто удивлены. Андреа дальше нас продолжал курировать в Шерлизе, потому что очень сложно разговаривать на французском языке, когда звонили Монте-Карло. Вот, и состоялась просто чудесная поездка, нам полностью материально, морально все помогали Монте-Карло, и мы без каких-либо проблем уехали. И также мы хотим, наверное, выразить до сих пор благодарность Лаврентьеву Игорю Владимировичу, потому что у Монте-Карло было такое пожелание изменить фонограмму, так как у них авторские даты, и поменять костюмы при возможности. Но так как у нас мы не могли бы этого сделать, Игорь Владимирович нам все это оплатил, спонсировал. То есть мы сшили новые хорошие костюмы, написали специально фонограмму к этому номеру и поехали туда. Мы получили специальный приз, чему тоже были очень довольны, потому что именно на третьем детском фестивале были очень сильные номера. Ну, было с кем конкурировать, и для нас спецприз это тоже было. То есть было непросто, да, в общем-то? Да, было непросто. Были очень сильные. И мы из малышей были мы, и Нижний Тагил мальчик, как бы самые младшие. Остальные были все вот такие за 16-17 лет, там, 18. Ну, вот Португалия, которая там, неизвестно, как эти корейские игры они просто кидают в одну ногу приземление двойного сальта. Это, конечно... Без поддержки руками? Без поддержки вообще всего, да. То есть у них своя... Это семья из Португалии, их сколько? Четыре человека участвовало. Вот, и потом в конце четвертый выбежал такой маленький. Ну, это наверняка профессиональные артисты. Да, это все были профессиональные, потому что они даже выступали со своим светом и со своей сценой. То есть они на манеже устанавливали свою большую сцену, от которой шел свет именно вверх, чтобы не слепить, то есть к которому они привыкшие свету. Понятно. Ну да, тут присутствовало некое лукавство, конечно, получается, вы в народной цирке конкурировали с профессионалами. Да. Ну, то, что мы туда попали, то, что мы посмотрели, то, что мы побывали на одной арене с такими артистами, это, конечно, вообще очень почетная считка. Какой номер был в Монте-Карло? Групповые, квилибрисы на катушках. Два брата Рошницевых и Гуляева Катя. И приз какой получили? Спецприз мы получили, он у нас вот в том. А, со звездами, я понял. Вот он у нас. Мы получили три спецприза. То есть, там, как бы, один, и нам, вот один у нас вот такой вот, был от Монако. Угу. Ну что, здорово. Не каждому профессионалу выпадает такая возможность, тем более цирковому коллективу. Скажите, у вас, в вашем коллективе есть какая-то определенная фишка, чем вы отличаетесь от других коллективов? Какие жанры, на ваш взгляд, вот вы считаете сильными в вашем коллективе? На что делается основной упор? Ну, не знаю. У нас как-то нет такого определенного жанра, потому что у нас сначала вот выстреливали эквилибристы на катушках, потом групповой эквилибр, которым мы никогда не занимались, ни Эльза не занималась, ни я. Вообще, эквилибром на руках, да? Все-таки мы сделали. Для нас это вообще новый жанр был. Мы взялись, как-никак его сделали, и у них результаты очень хорошие. Сейчас у нас хорошие есть воздушные гимнасты и малыши, и взрослые. Поэтому, ну, как-то он у нас меняется. Сначала одно, второе, третье. Вот так изучаем. Наверное, из-за того, что изучаем разные жанры, больше узнаем и стараемся разножанровать. Но сейчас, вообще, как я болею, я люблю очень акробатику. Ну, я считаю, что все дети должны пройти через акробатику, и те дети, которые проходят через акробатику, они намного чище. Их можно брать и в воздушные номера, и в эквилибры, и в те же икорийские. Икорийскими мы тоже. Вот Эльза Григорьевна, она сама занималась икорийскими, сама кидала, бросала Катю, мою дочку. То есть ей немножко знаком этот жанр. Она почувствовала его. Вот сейчас у нас работает пара. Я думаю, что они неплохие. Они всего у нас второй год работают. Еще только начало у них. То есть у них все впереди. И думаем, что доделаем их в хорошем качестве. А акробатику вы имеете в виду как общее развитие или какое-то определенное направление? Начинается общее развитие. Сейчас, после того, когда нам сейчас на 40-летие, на юбилей станция подарила новую акробатическую дорожку профессиональную надувную, которую можно сложить в сумку спортивную и поехать с ней работать на фестивалях, я думаю, что мы сейчас сделаем упор на этот номер и сделаем номер акробаты на дорожке. У нас теперь две дорожки, получается? Да, у нас теперь две дорожки. Но так как мы на концерт спускали большую дорожку, это просто невозможно. И когда она на сцене находится, она место занимает. И спустить ее невозможно. Это столько усилий надо. И когда спускали, повредили покрытие, которое оно же не разбирая, оно же цельное, спустить на первый этаж. Но это просто невозможно. Мы всегда мечтали о том. И дети прыгают акробатику, а номер мы показать не можем. Понятно. То есть, в общем, по жанрам можно сказать, что вы все время находитесь в состоянии в поиске эксперимента. Совершенствуем это. Пробуем. И то пробуем, и другое. В одном жанре, одно дело работать в одном жанре и возить на фестивале, но мы же здесь еще свои концерты и представления делаем, да? И невозможно показать один жанр. Когда приходит зритель, это же будет как бы... Мы даже стараемся никогда не делать такого, чтобы у нас было, например, две девочки на кольце, там, двое ребят на ремнях. Ну, например, одиночки. У нас есть пара, у нас Солодл, ну, как бы выступала, да? Вот, то есть даже если воздух берем, чтобы реквизит не повторялся. Хотя есть дети, которые тоже могут. Вот одна выступает на кольце, еще кто-то может быть, может на кольце. Ну, выбираем из двух зол лучше. Понятно. Насколько я понимаю, вы представитель уже третьего, да, поколения арены. Я имею в виду руководящего состава, то есть был Александр Александрович Казанцев, Оливер Александрович. Роза Гаврикова. Роза Гаврикова, потом Оливер Александрович. Но Роза Гаврикова, она у нас не, как бы, по всем документам в ДК, у нас есть Александр Александрович Казанцев, Оливера Зуева, и потом уже мы. Ну, я просто по факту говорю, то, что было реально, Оливер Александрович Зуева, и потом, получается, вы, да? Да. Вы довольны своими результатами? Мы, да. Вы вот конкретно, вот ваш. Вы сейчас занимаетесь 20 лет, да, уже? С какого года вы начали руководить? С 98-го начала я руководить. Ну, да. Ну, я вообще с 96-го начала, но так как еще не было совершеннолетия, то есть я Эльвире Александровне помогала с подготовительными группами официально, я устроилась, вот в 98-м году стала совершеннолетия, и сразу же на следующий день меня устроили на работу. То есть у вас два юбилея, получается, 20 лет вашей деятельности трудовой и 40 лет аренды. Вот с 2000-го года мы как бы осталась одна в связи с трагедией, что ушла Эльвира Александровна Зуева, и пригласила, и буквально через 4 года я позвала Литвинову Эльзу Гарифуловну в помощь к себе, чтобы, ну, как-то развивать дальше, потому что одному, конечно, такой жанр вести очень сложно. Детей много, желающих очень много. Три года мы вообще детей не записывали, потому что такой поток. Самое тяжелое, что зал, у нас дети все учатся или в садике. Соответственно, те, кто в садике, им вечернее новое занятие, и те, кто учатся, не раньше у нас трех часов мы можем начать, потому что до 2.30 в школах учатся. Поэтому у нас зал вот с 3 до 10 свободен, и чтобы всех детей сюда вместить, это невозможно. На сегодняшний день у нас получается, если со всеми группами, то около 140 человек. Ну, это очень хорошая цифра для небольшого городка. Ну, наверное, надо упомянуть, что главный подарок, который вы получили на 40-летие, это полный ремонт зала, о котором мы мечтали все эти 40 лет. То есть за меня был свет полностью, за меня было напольное покрытие, которое было самое проблематичное. Да, покрытие нам сделали хороший, профессиональный линолиум, то есть сначала фанеры все выложили, потом нам поменяли окна. И заменили, да, окна, самое главное. Пластиковые окна поставили, которые невозможно было открыть, старые, потому что они были очень большие, не открывались. Зал, конечно, сильно преобразился. Да, ну, что я могу пожелать? Только успехов, дальнейших побед на соревнованиях и идти вот в той, как сказать, в той стезе, которую выбрали. Там был какой-то небольшой провал одно время, и вот сейчас вы вернули его вот на тот уровень, который был задан вот Сан Санычем Казанцевым изначально. И только остается вам пожелать поддерживать этот уровень и не снижать планку. Спасибо большое. Будем стараться. Будем работать, идти, идти, идти дальше и добиваться новых достижений. Ребята хотят, ребята работают, значит, у нас все получится.